привет друзья ох и не спокойно у нас сейчас в польше сегодня 24 суббота и мы находимся в красной зоне теперь мы везде должны ходить в масках большинство заведений по закрывалась еда только на на вынос у меня вместо маски такой вот платок если вы помните раньше в крыму продавали такие платки вот и я 10 лет тому назад купил этот платок и сейчас он не пригодился поэтому я когда выезжаю в лес так как лес недалеко от меня находится я беру такой платок чтобы в случае чего сразу можно было надеть на лицо и так несколько новостей которые произошли буквально пару дней тому назад сначала у нас были протесты сельскохозяйственников ситуация polskiego rolничества в филе веке есть драматична легче осуществляли мы себя по пандемии а то что-то застакали на заставу которая так на правде гвозьем до трудно-полоскего rolничества я сэм продуцентом курчаки бройлеров отдает курчаки до убойни которая безпосреднио проводит убой так званый религию 80% курчаков убили в этой убойни выезжает до Франции как убой халлал заказ этот безпосреднио дотицы мне можно поверить может по среднему если убойня страчит рынок збыту страке тоже я отборцам добавляю проблем с заказом ходовли зверьезда футерковых бо те зверьезда до той поры зјдали резцки паугојове а теперь убойня беде мусила те резцки утилизовать в закладах утилизации которые са в ренках оцкого капиталу и джи мне факт что подцинася гауэзья гауэзья и господарни которые приносит очень большая вплина до биджета дэвиде за экспорт нисчанское утилизаво наше рожниство чаплодовцы але по средненее родных проводящих продукцию рожлии бо мы в полсце в России мы большим садовским производителем зруби в Европе и очень много используем паш. Если наша бранжа уничтожает, то это тоже производители пашов. И так как я говорю, в этой ситуации это очень сложно для нашего родительства. Потом у нас начались протесты фитнес-клубов и спортзалов, где люди требовали, чтобы их открыли. День добрый. Мы сейчас в новой реальности, потому что в этой сентябре в целом России огромный обзор этих мест, в которых есть новые restрекции, новые обострения. Варшава также в червоне стрефе. И мимо, что червона стрефа в Варшаве и заказ згромадзењ повыше 10 osób в местах публичных, то здесь на Плаку Замковым сегодня протестует бранжа фитнес. Протестует по тем, как премьер Матеуш Моравецкий оговорил, что следующие обострения относятся м. в.а. силони, которые могут быть замкнуты, или басенов, в которых тоже не будет можно появляться, чтобы управлять спорт. И бранжа фитнес говорит, что мы запротестуем, что мы говорим, что мы с этим не согласны, что мы говорим, что, и это уже слышно, тут перед колумной Зыгмунта, что фитнес – здоровье и фитнес – отопорность. А каждого дня в Польше несколько тысяч подтвержденных коронавируса несколько десятков, или более 100 человек каждого дня умирает на коронавирус. Тим часом, которые пришли на Плак Замковый по тому, чтобы выразить свой спрециф против обострениям ряду, говорят, что мы остаемся без работы, без перспектив, мы не можем позволить себе на то, чтобы замкнуть силовую, клубы фитнес, или бассейны. Мы должны работать, мы должны зарабатывать деньги. С другой стороны, ранд говорит, что те места, где громадятся люди, они потенциально не безопасны, потому что там коронавирус действительно может разносить. Пару дней назад у нас начались протесты женщин и тех, кто их поддерживает, потому что в Польше, как известно, два дня тому назад запретили делать аборты. Это, конечно, всех возмутило, возмутило, наверное, 90% людей. Люди говорят, что это возвращение к старым временам и тому подобное. Если не разрешить законно делать, то люди будут или же выезжать за границу и делать это за границей, где это есть легально, или же просто будут делать то же самое, что и делали раньше. То есть самостоятельно это как-то делать, или же причинять себе какой-то вред. Ну, в общем, Польша взорвалась. ПОЁТ 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 Как-то так все странно по поводу этого коронавируса. Мы вот сколько работали, наверное, на протяжении 8 месяцев. И у нас люди действительно очень близко контактируют с другими людьми. Наши кафе находятся на автостраде Варшава-Берлин. Вы знаете, ни одного случая, чтобы какой-то либо сотрудник заразился коронавирусом. Та самая ситуация была пару дней назад, когда был в парикмахерской. Они говорят, ну вот мы уже полгода работаем, и тоже не было ни одного случая, чтобы мы заразились. Хотя они вот довольно-таки тесно работают с людьми. То есть утверждать, что коронавируса нет, я, конечно, не могу. Я не специалист в этом. А смотрел некоторые интервью, и тут мне такие мысли пришли в голову. Представьте, если бы сейчас все позакрывали, даже магазины, и не можно было в магазины пойти купить продукты. Мы бы уже все давно, наверное, вымерли. Так как, например, даже в Польше сейчас села, они не такие, как были раньше, и не такие сейчас села в Украине, как были раньше. То есть когда ты жил в селе, ты мог там автономно просуществовать, ну, десятилетиями, наверное, потому что каждый у себя в селе держал какую-то скотину. То есть садил огород, те же буряки, те же картофель, разные продукты. То есть были какие-то закрутки, варенье были, ящик был, в котором хранилось сало, то есть готовой запас сала, тушенка, колбаса своего производства. Сейчас даже у нас такого нету в селах. То есть какой-то минимум еще в людей остался, но помните, как в 90-х годах большинство людей выехало с сел, попродавали свои дома, попродавали даже на... Кто-то на разбор, у кого был с кирпича дом, а кто-то, у кого был с дерева, те продали на разбор на дрова. То есть если сейчас что-то случится, большинство людей даже не имеют куда вернуться. Вот, смотрю, такую же самую тенденцию наблюдал у поляков, только у них немножко раньше это все было. И, вы знаете, вот большинство людей, у кого какой был дом, там немного подремонтировали. У кого были, там, например, какие-то там студолы, они их переделали, например, во что-то. Кто-то там сделал себе такой домик маленький, кто-то еще что-то. То есть это не выбрасывалось. Это перестроилось, то есть брались кредиты и перестраивались на другие дома. Что у нас происходит сейчас на работе? На работе у нас сейчас происходит то, что еду мы даем только на вынос, только на драйв. И практически все сотрудники, которые работали, подрабатывали, которые являются студентами и не являются на постоянной основе, они все сейчас остаются дома и будут ждать телефонного звонка, пока вся ситуация изменится. Но пока ситуация не меняется, поэтому остались работать сотрудники только те, которые на постоянной основе работают. Буду очень благодарен, если вы подпишетесь на канал, а также пишите комментарии, как обстоит ситуация у вас с работой с коронавирусом и всем остальным. До новых встреч, пока!